Что касается реки Бык, я эту реку хорошо знаю, помню, мы купались в Заводе в районе Выковца в свое время. И это одна из болей моих. Это касается не только Быка, это касается и других наших рек, которые деградируют, но особенно Бык. Столица практически без реки остается. Не может быть столица государства без реки. Поэтому восстановление водотока реки Бык, восстановление водотока притока в реке Бык, это важнейшая задача городоначальника будет. Это вопрос, который нас заботит. Мы больше 10 лет издаем сайт ecology.md, если вы знаете этот проект, и он весьма популярен. И этот сайт совместно с городской организацией экологической несколько лет назад организовал экспедицию в верховье реки Бык. В этой экспедиции участвовал и мой сын, и я наезжал туда. И мы исследовали, первое мы исследовали истоки реки. Один из истоков реки, знаете, что с ним происходит? Нет. Он вытекает все еще из родника, потом заходит в один двор, оттуда выходит грязный ручей, и он разделен еще на один поток, и заходит в следующий двор. И все это, фактически канализация, значит, начинает формировать нашу реку. На многих притоках в Каларажском районе, вот туда выше, даже в Неспаренском, построены незаконные озера. Расширена площадь испарения. Абсолютно нарушена охрана санитарной зоны реки. Вы знаете, что охрана санитарной зоны реки Бык 50 метров. Я думаю, что даже 100 может быть, да? Это значит, что вдоль реки на расстоянии 100 метров с одной стороны и с другой невозможно никакое пахотное сельское хозяйство. Там должны расти только трава, пусты, деревья. Значит, я считаю, не просто считаю, а Генеральный Примар просто обязан будет создать проект восстановления водотока этой реки, который будет включать в себя демонтаж незаконно построенных озер, возможно, даже законно построенных, восстановление санитарных зон путем выкупа этой земли, возможно. На это надо выделять деньги. Я думаю, что под это можно получить гранты. Значит, восстановление водотока притоков. В Кишиневе замечательные притоки реки, вы знаете об этом, да? Вот они формируют вот эти вот каскады озер, но по ходу этих притоков уже вырубаются деревья, а это основа для того, чтобы водоток сохранялся. И, конечно, важнейший вопрос, это то, что выбрасывают туда без очистки наши предприятия. Это вопрос серьезный, сложный, и нужно будет этим заниматься таким образом, чтобы в течение пяти лет решить все организационные вопросы, связанные с этим. Спасибо за вопрос, это надо обязательно делать.